Ну что, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня эзотерический день, поскольку после этой передачи у нас, чуть ли не практически без прерыва, начинается еще одна передача, но об этом чуть позже. А сегодня мы решили поговорить с Еленой по поводу такого понятия, то, что называется бумеранг, я называю это кармой. Ну, это то, что с нами происходит, отражение того, что мы когда-то сделали, что с нами произошло. И, как мы только что не беседовали с Геннадием, я говорю, ну, он работает с зеркалами, и я говорю, очень простой способ определить, где причина, кто в чем виноват, это подойти к зеркалу, и мы сразу там отразится причина всех наших бед в этом зеркале. Вот. Лена, тебе слово. Как в этом плане ты считаешь, не так или так? Ну, да, иногда подходишь к зеркалу и себя ругаешь. И видишь причину, да? Причина в себе всегда, прежде всего. Но ты, когда приходишь в зеркало, прости, ты видишь не только себя, ты же видишь всех, все свои тела, так сказать. Кто за мной стоит, да? Да, кто за тобой стоит, кто стоит перед тобой. Да, вот вижу. У нас было такое зеркало в свое время, когда я с детьми ушла от своего бывшего мужа, сегодня бывшего, у нас в прихожей висело зеркало, я рассказывала, по-моему, в какой-то передаче, и вот оно было порталом. У меня сын видит и дочь, и они видели, оттуда все время кто-то выскакивал. То девочка какая-то ходила в коридоре, стояла, то какие-то люди. И потом я все-таки избавилась от этого зеркала. Вот. Это достаточно такая вещь, серьезные зеркала, это да. Ну, я хотела бы поговорить вот о какой теме, родовой негатив, но, опять же, исходящий прежде всего от нас самих. Вот, очень много в сети, да, меня спрашивают, что такое закон бумеранга. Как бы это такое образное название бумеранга, он может вернуться и к тому, кто его послал, да, если это взять оружие аборигенов. И в то же время он может вернуться, ну, как бы попасть в какую-то добычу, да, когда они там в кого-то стреляют, кидают его. Вот. Фишка в чем? Принцип бумеранга, он всегда возвращается обратно. Только из-за этого такую систему возврата позитива или негатива назвали системой бумеранга. Но суть в чем? Вот все сейчас очень много говорят, что действительно мир такой сейчас стал не очень хороший. Ну, это, кстати, всегда было. Просто сейчас очень много подтверждений каких-то людей, кто совершает какие-то плохие действия по отношению к другим людям. Мы сейчас будем, может быть, есть просто люди, которые там сами по отношению к родным как-то не так поступили, да. Это бывает по молодости, особенно у детей, да, когда они вырастают, им кажется, что родители – это динозавры, и абсолютно не надо воспринимать их серьезно, а надо идти вот своей стороной, своей дорогой и выстраивать плуг своей судьбы, как бы, да, как это сказать, ну, выстраивать свою жизнь, как бы, да, независимо от мнения родителей. Так вот, бумеранг, он бывает во всем. Допустим, если взять пример, что есть некоторые люди у власти, да, которые совершают какие-то противозаконные действия, думая, что им ничего за это не будет. И меня очень многие в сети спрашивают, Лена, почему вот так вот бывает, что, ну, вот смотри, сколько воруют люди, а ничего с ними не случается. Я говорю, ребят, подождите, ну, посмотрите на их судьбу. Во-первых, как бы, наворованным плохо живется, это всегда может уйти другому вору, то есть это уже деньги, которые переходят, или имущество. Во-вторых, обратите внимание, все дается, возвращается через поколение или следующему поколению этих людей. То есть, и сейчас очень много показательных моментов, если вы посмотрите в новостях, не буду сейчас называть имена, мы будем говорить сейчас образно, без имен, что достаточно мажорных детишек попадают в неприятные ситуации, подставляя своих же родителей, опять же, показывая свой уровень, как бы, да, чего они добились. Но на самом деле это не уровень, а просто это потеряное поколение, я считаю, этих вот людей, достигших вроде какого-то финансового блага. То есть, на своих детях эти магнаты, так назовем их, могут потерпеть фиаско, то есть эти дети полностью потеряют все то, что они приобрели. То есть, как бы, через этих детей возвратный удар будет именно у этих отцов и матерей, кто, ну, допустим, ворует в чем-то, там, допустим, из бюджетных денег и так далее. Это мы сейчас берем такой пример. Лена, я, прости, пожалуйста, перебью тебя, но это будет только потом ведь, правильно? Нет, нет, сейчас все убыстряется, я сейчас говорю как раз о тех вещах, где сразу происходит. Я понимаю, я не говорю про то, что происходит сразу, но ведь что-то позволило тем людям зарабатывать и жить благополучной жизнью, несмотря на то, что они там бороют, вот как ты говоришь. Все-таки это было. Почему все-таки они продолжали жить хорошей жизнью, зарабатывать деньги, так скажем, сытно, безбедно и так далее? Ведь что-то... Да, почему? Потому что такого плана люди, как это говорят, судьба карма дает, но карма может и отнять. Бывает, что у человека очень хорошая харизма, допустим, он хороший специалист, но когда он добивается какой-то определенного положения, судьба дает ему шанс остаться, будем так говорить, честным, либо встать на позицию какого-то вора. И вот здесь люди, у которых есть генетические принципы мошенничества или еще что-то, они либо человеку хочется шикарно жить, либо он входит в систему каких-то ценностей, где нужно так себя вести. То есть наступает момент, где он стоит перед выбором, как ему поступить, и этот выбор определяет дальнейшую суть. Вот. Обычно у таких людей, если вы общались с таким кругом людей, у них очень длинная причинно-следственная связь. То есть это люди, которые абсолютно, как это сказать, то есть это люди, которые абсолютно не воспринимают тонкие материи, они мыслят только категории предметных финансовых схем, предметных взаимоотношений. То есть они мыслят на уровне насыщения себя предметными ценностями, потому что, опять же, это могло быть генетически, где-то там дед или бабка были суперголодные, бедные, и вот правнучек вдруг, вот в нем это прожор пошел, да. То есть это все тоже, кстати, закон бумеранга. Если, знаете, как говорят, что супербогатство – это несчастье, да, как бы это наказание, по сути. Суперодаренность – это тоже наказание, потому что от своей одаренности иногда люди с ума сходят. И супербедность и нищета – это тоже плохо. То есть все излишнее, все излишнее, это, ну, если христианским языком говорить, это от дьявола, да. Это вводит в какие-то заблуждения. Человек может делать правонарушение, потому что если человек ничего не останавливает, и ему кажется, что он, ну, уже бога за бороду схватил, а некоторым людям, особенно богатым, это так и кажется, они начинают вести себя так. И дети, они впитывают это, их дети, и дети являются именно тем наказанием, через которое эти люди получают возвратный удар. В данном случае, так, я сейчас скажу, есть и другие случаи бумеранга, когда стоящие у власти люди чего-то брали, и вдруг потом их свалили, и их, его же подельники или ее же, да, потом это дело себе порасхватывали, и в итоге человек оказался без всего практически, и также без поддержки. То есть, но я еще хочу о чем поговорить. Существует принцип, да, вот, все-таки обдуманности в поступках. Опять же, хочу обратиться к молодым людям сегодняшним, да, потому что, конечно, гормоны в голову бьет многим, но всегда нужно смотреть сейчас, какие поступки вы совершаете, особенно если вам попадаются партнеры в жизни, да, там, потому что не всегда партнер, который попадается в жизни в первый порыв, в первый порыв, там, отношений, это плюсовой партнер. Здесь обязательно нужно обратиться к тому, как вышли замуж или женились ваши папа, мама, дедушки, бабушки. Потому что, если, допустим, в вашем роду, допустим, бабушка вышла за дедушку, например, да, каким-то образом, ну, не совсем искренний дедушка был, то абсолютно все поколение этой бабушки будет иметь таких же мужей. То есть, допустим, у дочери этой бабушки, допустим, ну, она мама для дочери, да, то есть, и так далее по поколению. То есть, все женщины этого рода будут выходить замуж, находясь в первичных мужчин, исходя из того, что было заложено той же самой бабушкой, да. У каждой будет своя интерпретация абсолютно. Да, если, допустим, человек включит голову и прислушается к каким-то советам своих опытных родственников, тоже попадал, да, соответственно, этот человек, может быть, поймет, что тот сегодняшний партнер, там, попавшийся ей, ну, например, девочку мы будем рассматривать, это не совсем то, что надо, это человек, который ведет в никуда. Вот, здесь, опять же, смотря, что вы вкладывали в ребенка, если вы в свою дочь или сына вкладывали все-таки понимание того, как у вас что-то не так произошло и объясняли эти принципы, они прятали, как страус, голову в песок, выставляя задницу, да, и просто действительно делились опытом, предупреждая эту ситуацию, то тогда ваш ребенок прежде всего включит то, что вы в него вложили. Это будет тем ядром, который спасет его от перехода этого стереотипа негативного в ее или в его жизни. Но, по большей мере, я заметила, очень многие проходят путь своих родителей, дети, то есть неправильно поступив с родителями, выйдет за первого встречного замуж или уйдя там к нему. Девочки потом, ну, как поступенчато берут судьбу своей матери. И, кстати, это не говорит о том, что, как это некоторые люди говорят, там, недоброжелательный патриархальный мужчина говорит, вот, женщина там одинока, допустим, и она вот несет крест одиночества. Ничего этого нет, это бред. Нет, просто здесь идет переход именно этого стереотипа, который был заложен в поколениях по женской или по мужской линии. Так же точно и мужчина может остаться одиноким, как он говорит это всем, потому что только, допустим, у него это было у деда или у бабки. Ну, опять же, смотря по какой линии он что взял. Тут еще играет роль, по какой линии ваш ребенок берет больше. Тут обязательно просмотрите на своих детей, какую линию отца матери они взяли, какие позиции присутствуют там бабушек, дедушек. И тогда вы сможете предотвратить тот негатив, который был там в родовом пути у бабушек, дедушек, а то и прабабушек. Но в основном берут путь бабушек, дедушек, потому что это более близкий пример. И таким образом вы сможете предотвратить это путем разговоров, запомните, с детьми надо говорить, путем объяснений. Еще существует принцип перехода негатива такого, когда дети, допустим, видят развод родителей. Развод родителей дети видят. И, допустим, один ребенок за маму, а, допустим, один ребенок за папу, а третий ребенок там вообще за бабушку с дедушкой. Вот какую позицию дети выбрали изначально при разводе родителей, на что они обратили внимание, что их больше всего шокировало. То и будет дальше происходить в семье, допустим, если они остаются с матерью. И если еще хорошо, если отец нормальный, если отец начинает гадить о мастя женщине за что-то, то эти дети несут отголосок негатива и папы, и мамы. То есть все противоречия вас, как родителей, запомните, уходят в детей. Вот мне нравится очень в Америке система. В Америке я очень много тоже общаюсь с разными людьми. И люди рассказывают тоже. И я замечала там такие вещи. Там бывшие партнеры очень дружат со своими бывшими женами. Вот я сейчас про американцев, да, а не про русских, потому что у русских все-таки русская схема жизни во многих присутствует. Вот. А там нет такого, там есть люди. Ну, бывает в каждом, как говорится, бочке, деготь бывает, да. Но я сейчас говорю общепринятую схему. И там дети могут приходить и к отцу, и к матери. Они также равноправны, и папа, и мама их также любят. Вот. Они находят себе партнеров и при этом дружат с семьями. И их дети, они несут более сглаженный акцент этого развода в прошлом. У них это не так болезненно, потому что родители не мстят друг к другу за несложившиеся отношения, как это происходит в России. В России это просто и у русских, да, почему-то. Это просто зашкаливает. Вот. И поэтому я бы хотела вот все-таки предупредить всех абсолютно, да, чтобы вы обращали на это внимание. Но если у вас не складываются отношения с мужем или с женой, не надо выносить все, вот как у нас шоу-бизнес любит не выносить ссоры из избы. Все все прячут. Не надо, действительно, не надо выносить ссоры из избы, говорить, какая супруга или супруг плохой, или писать в интернете, там, какая она была плохая хозяйка, или он хозяин. То есть даже если вы выносите ситуацию, то обязательно объективно, то есть не нужно грязь выносить. Ведь все можно рассказать разными словами, да. Но вы должны помнить, что дети, дети при разводе несут нагрузку ваших отношений. И ваша задача, прежде всего, воспитать нормальных людей без травм психологических. Иначе травмированные вами же дети понесут это как флаг в своей жизни, и у них также будут происходить такие же события. То есть вы продолжите вот этот вот разворот родового негатива на них, а это происходит сплошь и рядом, соответственно. И вы тогда сможете хотя бы выйти на другой путь осознания сами даже. То есть опять же отказавшись от негативного опыта своих предков, который был там как бы не ходить по стереотипу того, что они проложили, а вдруг начать свой путь. То есть немножко вот я бы вот такой момент хотела показать. То есть потому что вы должны еще помнить, что в детях присутствует два родителя основных, плюс бабушки, дедушки обязательно, да. Причем какой ребенок в какую породу пошел больше, там это идет в процентном соотношении, понимаете. И у девочки они больше в отцов, по большей мере бывают, да, если там мальчик, девочка. И они берут больше породу папы. Но опять же они могут брать и породу и мамы, но также и бабушек, дедушек. Вот здесь вы должны все это просто очень проанализировать. Вы берете фотографии своих родственников, раскладываете все это дело на столе. И можете даже записывать, опять же, какая харизма была у каждого родственника. Можете записать, кто как жил, кто с кем, извините, был, у кого был приворот, у кого не был. Что вы знаете? Обычно, кстати, очень мало знают о своих родителях. Вот я иногда, бывает, люди приходят, они даже не знают, что было у родителей. Просто как будто бы отдельные люди вообще абсолютно. Только фотографии есть, да и у иных фотографий-то нет. То есть вообще, как вот было в советское время, оборвано в 20-е годы того столетия, так вот сейчас это у кого-то и продолжается. Как будто бы нет рода, просто идет сам по себе человек по жизни один. Вот. Но как бы все равно генетическую часть заложенного вы на себе все несете. И по этим фотографиям, которые вы разложили на столе, вы можете составить генетический портрет, опять же, своих детей, что каждый из ваших детей взял от того или иного родственника. По процентным соотношениям. Допустим, от папы он взял 10%, и вы описываете, что входит в эти 10%. От мамы взял 20%, что входит в эти 20%. И так далее. То есть ваша задача помнить о том, что из этого состава, что есть ваши дети, вы уже сможете, грамотно лавируя, подсказывать своим детям тот или иной путь развития. Не так, как вот у них стереотипно идет, как и у вас произошло, да, там стихийные какие-то события, на которые они появились, а более осознанно. И человек, даже сделав ошибку, там, пойдя за каким-то партнером, все равно будет замечать негатив сразу, а не как вы, там, через 15 лет, да, поняв, что муж это не тот или жена это не та. Вот. Поэтому здесь вот обязательно нужно это учитывать, потому что сегодня другой мир. И прямо вам скажу, просто беспутно рожать детей, как у нас в России предлагают, рожайте, давайте запретим аборты. Извините, куда рожать и кого, да, там. Чего может передать детям пустой родитель? Родитель должен чем-то его наполнять. Вот это самое главное. То есть, чтобы не было пустоты рядом с вами, помните, что в детей вы должны вкладывать. Не просто стереотипные лозунги христианские, там, и другой идеологии, да, а именно обязательно какие-то духовные скрепы своего рода, какие-то разговоры. Пусть они будут психоаналитическими. Как родители вы должны изучить педагогику. Возьмите принцип Макаренко. То есть, дети будут у вас именно такие, как вы их слепите. А лепите вы их своим примером, своим разговором друг с другом, и тем, что заложено вами и вашими предками в этих детей сегодня. Хорошо, Лена, спасибо большое. Это действительно очень интересно. Я хочу сказать, дорогие друзья, о том, что тема очень и очень важная. Вообще-то говоря, это, наверное, одна, с моей точки зрения, одна из самых важных тем. И это достаточно, может быть, необычно, потому что мы сейчас беседуем, напоминаю, с парапсихологом, с ясновидящим, медиумом, Еленой Порецкой. Но затрагиваем вопросы очень серьезные. Это вопросы моральные, этические, философского значения. Я могу только добавить о том, что я через это как бы сам прошел. Ну, жизнь есть жизнь. Не всегда, так сказать, мы... Опять же, мы многих вещей не знаем. Это теперь уже кое-что мы знаем. И я надеюсь, что наши программы помогают вам, дорогие друзья, ну, как-то задуматься над тем, правильно мы себя ведем или неправильно. Если у нас есть какие-то вопросы к нашим специалистам, если есть какие-то вопросы в Центр Сангейтс, пожалуйста, пишите нам. Мы будем рады любым вопросам и любым комментариям. Но желательно, конечно, по теме, а не руководствуясь эмоциями, нравится мне или не нравится. Ну, не нравится, так сказать, не ешь. Вот. Я прошел в этом плане, когда побывал в Индии. И там просто даже чего не знаешь, уже начинаешь понимать. Потому что там, ну, такая там атмосфера и такие там энергии. Это не значит, что нам всем нужно бросить все и поехать в Индию. Ну, у кого есть такая возможность, я бы рекомендовал. Вот. Ну, и будут какие-то передачи, потому что просят меня рассказать об этом. Я буду об этом, естественно, рассказывать. Но дело в том, что действительно люди, дети берут качество родителей по ведической системе, скажем так. Это аж до 75% качеств мы берем у противоположного пола наших родителей. То есть девочки у отцов, а мальчики у мам. Причем, что самое интересное, если нет контакта, особенно это касается девочек, потому что первый мужчина в жизни девочки – это ее отец. И если нет правильного и хорошего контакта с отцом, если отец живет с мамой, живет нехорошо, если там постоянно дети являются свидетелями этих скандалов, особенно девочки, это очень и очень серьезно отражается потом. И это надо иметь в виду. И когда мы говорим о том, что нам-то все равно уже, мы-то ладно, но ведь мы должны помнить, мы отвечаем за грехи, есть такое понятие наших родителей, а дети будут отвечать за наши грехи, то есть за наше поведение. И это реальность, так сказать. И эти устранить вещи довольно-довольно сложно. Тем не менее, по всей вероятности, это возможно. И мы сейчас беседуем с парапсихологом Еленой Порецкой, которая, ну, обладает качествами, уж как минимум, это попытаться нейтрализовать. Но лучший момент, и надо учитывать то обстоятельство, что мы детей воспитываем всего лишь до 12-13 лет. После 12-13 лет все, этот человек уже взрослый. Поэтому воспитывать его совершенно бесполезно. Можете себе представить, 14-15 лет уже бесполезно? Ну, можно пытаться, но только это результат будет, и эффективность очень небольшая. А если тут есть люди, которых воспитывают и в 30, 40, и в 50, и в 60 лет пытаются воспитать родители? Ну, это уже дело такое. Лена, хорошо, спасибо. Давайте мы перейдем на другую несколько тему. Тем более, вот я вижу, сзади появился код Бублик, который это и подтверждает, потому что Бублик появляется не просто так, это я уже знаю. А тема такая. Ну, наверное, и к тебе обращаются, и к многим другим специалистам обращаются люди, которые, да и ко мне, кстати, обращаются люди, а вот давайте вы мне посмотрите мою дочь. Вот она родилась тогда-то, тогда-то, что вы про нее скажете? А я тогда отвечаю. А скажите, а вы уверены, что вот ваша дочь, в частности, она хотела бы знать, тем более в паблик чарт, в чат, то есть в чате о том, что надо где-то вот это все расписать, показать, человек должен сам этого хотеть. Ну, я вот за нее переживаю, волнуюсь, это не имеет никакого значения. Во-первых, человек должен захотеть. Значит, если, еще раз повторяю, до 12 лет, ну, возможно еще, вы, так сказать, воспитываете детей, но после этого, ну, неправильно это будет. Вот как ты считаешь, Лен, можно просчитать и просчитывать таких людей, и вообще даже с точки зрения помощи? Ну, я считаю, что можно родителю, естественно, что-то сказать, но здесь, да, мы, закладка в ребенке происходит до 12 лет, но перевоспитать, мы сейчас не говорим о воспитании, перевоспитать, да, все равно можно. Почему? Потому что в 12 лет просто закладывается фундамент. Уже исходя из того, что вы заложили в ребенка, если вам что-то не нравится, дальше надо корректировать. То есть, что, кстати, я и делаю на сеансах, опять же, работая с родителями, прежде всего, то есть, потому что уже ко мне, когда родители приходят иной раз со взрослыми детьми, да, у них проблемы, я всегда спрашиваю, о чем вы думали в детстве. То есть, в детстве они не думали об этом, что такое может наступить, да. А на самом деле это присутствует, и вообще каждую судьбу ребенка тоже невозможно просчитать. Сейчас мир такой, вот, как бы, да, квантовый переход, вот этот произошел, сейчас все убыстряется. И развитие каждого ребенка, при всем том, что есть гороскопная логика, да, есть судьба, там, карма, да, человека каждого, все равно присутствуют какие-то форс-мажорные события, где, допустим, ребенка сглазили, ребенку что-то пожелали в школе, а учителя у нас, извините, бывает озлобленные, я сейчас про Россию, да, в некотором роде, вот, вот, ребенка обидели одноклассники, и все, или сам ребенок кого-то обидел и стал беспредельщиком, да, и все, уже человек встал на дорогу, которая ведет к злу, как бы, назовем образно, да, потому что абсолютного зла и добра не существует. То есть есть, как бы, всегда оттеночность этого восприятия. И здесь вот родитель, как бы, он и дает позицию корректировки, исходя из того, что он, допустим, может узнать о своих родственниках в прошлом, о предках, что у кого происходило, потому что бывает, что дети подхватывают судьбу родителей, и также точно, там, человек работал на заводе, его дети работают на заводе, и также внуки и правнуки, да, там, пока этот завод не закроется, и уже праправнук даже не знает, чем заниматься, потому что он генетически рабочий, а завода уже нет, и у человека ломается судьба, прямо скажем, потому что, как предприниматель, он себя не видит. Вот здесь все-таки нужно развивать в сегодняшних детях именно, во-первых, предприимчивость какую-то, но честную, да, во-вторых, умение перестраиваться в зависимости от того, что идет, да, и в-третьих, опять же, уважительное отношение к родителям, но для этого вы должны тоже уважать ребенка, и все-таки не надо воспитывать мажоров, когда мы в детей перекладываем, мы слишком их любим, понимаете, мы, особенно пупсики, когда они, да, мы слишком им стараемся дать, что у нас не было, это тоже ошибка. На самом деле, чем больше даешь, тем больше требует, и в итоге вырастает не такие эгоисты или эгоистка, которые садятся потом на известные нам закорки, и начинают родителей погонять. Сплошь и рядом такие ситуации, и речь о стакане воды в старости отпадает сама собой. Кстати, насчет этого самого тоже я, опять же, думала, что вот у нас очень много романов, где пишут, как человек встал, поднялся там, вышел из кризисной ситуации в молодости, там, в среднем возрасте. А как вот родители, у которых дети выросли, как они дальше живут, потому что очень многих теряется смысл жизни, и многие находят этот смысл во внуках, а у кого-то его нету, потому что, допустим, нет контакта. Как вот это вот бывает? То есть у меня бывают случаи, люди приходят с такими историями. И я вам скажу, да, я корректирую отношения, я восстанавливать стараюсь эти взаимосвязи, там, сыновья материнские, отцовские сыновья, или дочерни материнские, дочерни сыновья. Но все равно, опять же, прежде всего, вы должны помнить, вы как родители, сегодняшние родители маленьких детей, средних детей, подростков, особенно подростков, помните, у них уязвимая психика, и чтобы не было слишком много всяких этих моментов, у ребенка, наверное, не должно быть слишком свободное время такое, чтобы ребенок мог качаться из стороны в сторону в своем развитии. Должно быть и духовное какое-то развитие, я сейчас не говорю о церковном, я говорю именно о духовном, то есть понятие человеческое, понятие мораль какая-то. Тогда не будут ваши дети бегать по улицам в 13 лет и, извините, заниматься непонятно чем. То есть в какой-то степени даже стереотип поколения ихних друзей не будет влиять на вашего ребенка. То есть вы заложите стержень, который в любой ситуации у ребенка сыграет в плюс. То есть осознание себя. Прежде всего, это очень важно. Когда человек осознан, он уже более осознанно делает выбор. А выбор у нас в жизни, он присутствует всегда. У кого-то он присутствует, пойти заработать или сидеть на шее у родителей. У кого-то этот выбор присутствует, пойти в хорошую сторону, либо в плохую, криминально или честно. То есть выбор есть всегда. И в зависимости от того, что вы нанизываете на нить своей судьбы, черной или белой, если взять такую аналогию, в зависимости от этого идет потом, опять же, закон бумеранга. И ваши дети или вы сами, а сегодня, кстати, именно сами люди получают возвратные удары, потому что своя неправота всегда, как говорится, бьет. Вот опять же, мы сейчас не говорим про сделанный негатив, это само собой влияет. Мы сейчас говорим просто вот про эти позиции. И очень важно уметь их корректировать или хотя бы стараться. А каким образом можно скорректировать? Ну, скорректировать можно, подмечая, в какую сторону идет ребенок. И не надо запрещать это. Нужно прежде всего постараться, да, вы говорите, нет, это не надо, но вы объясняете, почему это не надо. То есть, понимаешь, ты не можешь наступить в лужу, потому что ты испачкаешь ботинок, но ребенку это только в радость. Да, но ты промокнешь, вот тут он уже задумается, а если лужа холодная, ты просто потом заболеешь, нужно ценить свое здоровье там. Тут такие принципы, не надо кататься на ледяной горке, на заднице. Почему? Хотя сейчас очень много теплых комбинезонов. Ну, потому что потом последствия будут на внутренних органах малого таза, назовем это так, у девочек, или проблемы с другими частями тела у мальчиков, да, там, какими-то детородными, то есть, если сидеть на ступеньках. Опять же, почему не надо курить? Ты же куришь, да, взрослый человек, потому что, а давай вместе бросим. Понимаешь, что здесь нужно и себя корректировать вместе с ребенком. Если вы курите или пьете пиво, держа коляску, ваш ребенок будет делать то же самое, поверьте. Лен, ну, это с точки зрения, скажем, стереотипов. Во-первых. Во-вторых, это с точки зрения, скажем, психологов, может быть, там, Макаренко и так далее, как воспитывать там детей. А вот с точки зрения парапсихологии? С точки зрения парапсихологии, просто если психолог, он просто вам говорит, у вас это работает, насколько вы восприняли. Когда говорит эзотерик, маг, парапсихолог, в плане вот того что я сейчас сказала я обычно просто вставляю это как логику сам код да я вставляю это в сознании человека и у человека автоматически вот моей системы начинает работать главное следовать тем установкам что я дала потому что на самом деле они очень рабочие да как бы я сама с им стараюсь следовать у меня тоже есть жизни безоблачно естественно есть свои какие то отработки я тоже за что-то там получила там было неправо по отношениям к родителям как у меня это тоже вот такой период было сейчас понятно но если мы говорим это говорю но фишка в чем фишка в том что все равно я применяю именно свою практику и теорию то есть я также работаю с собой на воски отливаю я также работаю со своими близкими на воски да я также отвожу негатив я работаю так же как с клиентами абсолютно я также выравниваю состояние прохожу себя серебристой медитации да вот этой постоянно вхожу в состояние ровное состояние души то есть я все наработки которые вам даю я их испытала на себе это моя практика и она работает и когда я меняю сознание человека я ему вместо того что я убрала вкладываю то что да будет у него дальше работать как система осознание себя и уже дальше у человека раскладывается ну прям скажем тоже по состоянию выбора в хорошую или плохую сторону ведь дай человеку инструмента как он и воспользуется понимаешь да поэтому я все даю дозировано но в рамках того чтобы человек автоматически работала система защиты но опять же до определенного уровня чтобы он понимал что нельзя приступить что-то там мораль какую-то иначе будет уже возврат на удар то есть я все это объясняю обязательно понятно ну в общем то дорогие друзья еще раз я обращаюсь к вам эта тема очень и очень важная и эта тема очень неоднозначная потому что ну легко советовать но когда сам сталкиваешься с этими вещами достаточно сложно потому что все вылетает из головы это же касается тебя самого это касается твоих детей это касается твоих близких и здесь очень сложно поступать и получить совет исследовать такому совету легко мы всем можем советовать скажем так но как это делать и вот здесь с моей точки зрения очень важный момент который вот сейчас лена сказала то есть все-таки парапсихологи это люди необычные то есть если мы говорим о том что сами мы не можем справиться ни с эмоциями не с нашим каким-то стереотипом действительно мышлением то тогда мы обращаемся к людям которые нам помогают этим справиться это нормально и психологи настоящие имеется ввиду психологи которые понимают что такое психология они просто получают диплом психолога то есть для этого надо сказать быть внутри всего этого дела чтобы действительно помогать так вот то что лена сказала своего рода код своего рода установка которым люди волей-неволей они должны и могут следовать и это действительно тот момент который ну нам обычному человеку не объясняли никогда и мы это нигде не проходили и институтов психологии у нас в общем то мы может они где-то были но я чуть не помню я приехал когда сюда там 25 лет тому назад то здесь все было как искать по другому все было по другому а на востоке вообще все по другому поэтому лично мне прожившего там 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 как то есть возможность сравнивать что-то с чем-то и я все-таки веду и направляю разговоры с людьми с которыми и с которыми я беседую именно в этом направлении то есть это возможность нам о чем-то узнать мне кажется это полезно вопрос как мы будем с этим поступать совсем это уже вопрос другой лена большое спасибо тема у нас сегодня была совершенно выходящая скажет на первый взгляд за пределы то о чем мы беседуем вот там не было ни гномов не тролля не эльфов не ганхаров вот а была очень и очень познавательная вот эта программа дорогие друзья у нас буквально скоро совсем скоро уже будет новая программа но в данном случае мы будем общаться с очень известным тоже человеком и она начнется буквально через 20 минут поэтому дорогие друзья не уходите те кто нас слушает данный момент а те кто нас будут слушать записи вы и так послушайте и узнаете напоминаю беседовали селенной по резкой ясновидящая парапсихолог гадалка медиум меня зовут майкл мельхов лена спасибо до новых встреч всего доброго всем пока пока мельхов лена